Многих удивляет, что я поддерживаю Трампа, ведь демократы за иммигрантов, а значит, и я должен быть за ним. Так что сегодня я хочу вам рассказать, почему я считаю, что Трамп нужен Америке на второй срок и почему я его поддерживаю. Погнали! Ну и раз уж мы затронули тему иммиграции, то начнем с нее. И при Трампе количество нелегальных иммигрантов было просто на историческом минимуме. При Байдене же она бьет абсолютно все рекорды и хуже ситуации просто невозможно представить. Конечно, кто-то считает, что у каждого должно быть право приехать в Америку, ведь это страна иммигрантов. И бабушки с дедушками молодых американцев все когда-то приехали сюда без каких-либо виз. Но с другой стороны, странно, что миллионы других людей, которые решили сделать все официально, людей даже с хорошей визовой историей, и они получают отказ в визе. А другие просто въезжают в Америку. Поэтому сам я выступаю за значительное облегчение иммиграции, особенно профессиональной. Но все же считаю, что она должна быть только легальной, чтобы людям не приходилось подаваться на политическое убежище и находиться в таком подвешенном состоянии. Кстати, Трамп заявил, что на свой второй срок он собирается сделать закон о том, что если вы закончили двухлетний или четырехлетний колледж или университет, то вы сразу сможете получить грин-карту. Мне кажется, это абсолютный геймченджер, и для страны это будет невероятным плюсом. Но если нелегальная иммиграция — это хотя бы дополнительные рабочие места в экономику, а также прирост молодого населения, что особенно важно для конкуренции с такими странами, как Индия и Китай, то вот высокие налоги — это прям самая ужасная вещь для развития страны. Так как люди и бизнесы не любят высокие налоги и переезжают в другие места, где они пониже. Ничего хорошего в системе, где из карманов людей и бизнесов деньги перетекают к чиновникам. Трамп, как бизнесмен, это прекрасно понимал, поэтому налоги он опустил с 28% до 21%, а как только президентом стал Байден, то налоги он снова поднял до 28%. Зачем людям открывать бизнес в США с такой ставкой, если можно открыть бизнес в Дубае и платить 9%? На следующий срок Трамп планирует пойти еще дальше и уменьшить налоги до 15%, что почти в два раза меньше текущей ставки при Байдене. А недавно Трамп встречался с республиканцами-законодателями и предложил им отменить федеральный подоходный налог. То есть даже не 15% сделать, а вообще ноль. А если представить, что вы живете во Флориде или Техасе, где у самого штата тоже нет подоходного налога, то, допустим, с вашей зарплатой 6 тысяч долларов вы заплатите 0% налогов штата и 0% федеральных налогов. И в итоге все деньги останутся вам. Просто представьте, насколько это буст уровня жизни обычных американцев. Переживать о том, что правительству не хватит денег, не стоит, потому что тратят они их вовсе неэффективно. Так, допустим, недавно в Сан-Франциско построили, наконец-то, туалет, который строили несколько лет, и на него потратили почти 2 миллиона долларов. Ну, для бизнеса это была бы невероятная неэффективность и некомпетенция. Но для правительства это нормально. Если ему нужно еще больше денег, увеличить сроки, то они просто это делают, повышают налоги и так далее. Так что пусть лучше эти честно заработанные деньги будут у людей, а не у чиновников. Какова вообще вероятность того, что делать нулевой федеральный налог? Я думаю, что низкая, так как нужна как минимум поддержка Палаты представителей и Сената для того, чтобы такой закон принять. Но, конечно, это сильно будет зависеть от того, как республиканцы покажут себя на выборах в 2024 году и как много смогут забрать себе мест. Но я думаю, что до 15% они точно смогут опустить налоги. Низкие налоги это, конечно, хорошо, но есть еще несколько важных факторов, которые значительно улучшают жизнь обычного американца. И первое – это цены на нефть. При Трампе цены на галлон бензина были порядка 2 долларов 40 центов. При Байдене же они в среднем 3 доллара 70 центов, что в полтора раза выше. А для самой автомобильной страны в мире это огромный удар по абсолютно каждой семье. Конечно, этому способствует много факторов, и в том числе война в Европе. Но здесь стоит отметить отдельную любовь Байдена к зеленой экономике, где пилятся миллиардные бюджеты на строительство ветряков и солнечных панелей. А для пущего популизма запрещают открывать новые месторождения с нефтью и всячески ограничивают ее добычу. А еще при Трампе строился самый большой трубопровод США – Keystone Pipeline XL, который должен был соединять Канаду и США – две гигантских нефтяных державы. В этом проекте были задействованы 10 тысяч людей. Но как только Байден стал президентом, он сразу же отменил его строительство. И просто все инвестиции и все рабочие места были просто уничтожены. И, конечно же, цены на нефть продолжили расти. А Трамп – за добычу нефти и за строительство новых заводов. И отсюда вытекает следующий пункт нашей сегодняшней темы. Безработица. При Трампе она была самая низкая за последние 50 лет. И это неудивительно, если ты не закрываешь заводы, понижаешь налоги, а также создаешь 8700 Opportunity Zones для людей с маленьким доходом. Трамп в 2017 году подписал акт, по которому, если ты инвестируешь в такие районы, то получаешь налоговые вычеты и другие бенефиты. В итоге за три года в такие районы было проинвестировано более 50 миллиардов долларов. Так что неудивительно, что даже среди афроамериканцев была самая низкая безработица за 50 лет. Потому что этот закон особенно сильно влиял на районы, где они живут. И вот мы подошли к нашему следующему пункту. Как вы могли заметить, Трамп дает людям удочку. То есть он дает возможности для развития, для заработка денег. Байден же постоянно кормит людей рыбой. То есть он просто говорит им, что нам надо выдавать денег побольше, нам нужно давать пособия, печатать побольше денег, их раздавать. Что он и делал, когда он стал президентом. Он начал еще активнее печатать деньги, чем это делал Трамп. Да, Трамп действительно это тоже делал. Но он начал это делать, когда начался ковид. И когда нужно было влить денег в экономику, чтобы резко не было спада всего. И вот Байден же, когда пришел, то уже не было такого кризиса. И он просто продолжил выдавать всем денег. И это создало просто невероятную инфляцию в Америке. То есть на многие товары, продукцию выросли на 10, 20, 30 процентов цен. Если у вас не было дома, и вы зарабатывали, допустим, 5 тысяч долларов в Америке, до этого он стоил 200 тысяч долларов, и после ковида он начал стоить 400 тысяч долларов, то с этой зарплатой вам просто в два раза сложнее стало купить дом. Да, зарплаты, конечно, тоже немного выросли, да, то есть там на 10-15 процентов, но реально вот недвижимость выросла почти в два раза. Кстати, многие экономисты предупреждали команду Байдена, что если печатать такое количество денег, то это создаст высокую инфляцию. Но купить голоса было важнее. Что мне еще, конечно же, не нравится в Байдене, это бюрократическая неэффективность. Если Байден это типичный политик, с типичными обещаниями, красивыми речами, ну, ладно, уже не очень, то Трамп бизнесмен, да, он умеет делегировать, он умеет выполнять задачи в срок. Страной можно управлять точно так же, как и бизнесом, да, то есть там также есть свои показатели, есть свой рост ежеквартальный и так далее. Неудивительно, что при Трампе экономика США настолько хорошо росла, S&P 500 постоянно бил рекорды, безработица была минимальной, доходы населения обгоняли инфляцию. Следующий пункт – это спецслужбы. У Трампа с ними напряженные отношения, и он, как консервативный политик, не любит выделять им бюджеты, а также расширять их полномочия. Я как-то смотрел видео с бывшим агентом ЦРУ, и он хвалил Трампа за то, что тот сделал лимиты в доступах у агентов ЦРУ к базам, данным и связям. До Трампа, если ты, допустим, был агентом ЦРУ и увольнялся, то у тебя оставались все доступы, то есть ты мог потом использовать какую-то информацию. В общем, такого не должно быть, да, потому что агенты обладают большим количеством секретной информации и могут это в целом просто использовать в своих интересах. И именно Трамп их ограничил. Ну вот мы с вами и дошли до международной политики. Президентство Байдена началось с вязка в Афганистане, когда он просто спешно вывел все войска, бросив там оружие, технику, всех своих союзников, да, всех, кто работал с американским правительством, даже про это фильмы снимают. В итоге вооружил талибов, потеряли кучи денег, кучи времени, да, столько времени длилась война в Афганистане, и получается, что все это зря, так что не зря у Байдена так сильно упали рейтинги сразу же, вот как он вывел войска, как все это случилось. Ну и это только одна из нескольких его неудач, да, то есть испорченные отношения с Саудовской Аравией, да, то есть Саудовская Аравия всегда была главным партнером США, так как вся нефть в мире продается в долларах, и сейчас Саудовская Аравия начала торговать с Китаем уже в юанях. Также война в Израиле, можно вечно тоже рассуждать, была бы ли эта война или нет, если бы Трамп был президентом, но, конечно, действия США были бы намного решительнее, как в случае с Северной Кореей, да, то есть Трамп, при том, что Ким Чен Ын был очень сильным провокатором, все равно прилетел в Северную Корею, получилось немного урегулировать ситуацию, и то же самое, сюда можно добавить отношения с Россией. И Трамп любит ругать за хорошее отношение с Путиным, но я бы не сказал, что они прям хорошие, они скорее чисто деловые, и Трамп просто нормально общается со всеми, и его задача это не дружить с какими-то мировыми лидерами, а просто поддерживать нормальные отношения, которые бы были выгодны США, что в целом Трамп и делал, да, то есть не было каких-то внешних конфликтов, он, кстати, не вводил войска ни в какие страны, потому что до него в целом все президенты начинали какие-то конфликты в других странах, Трамп же на это бюджеты страны не тратил. Здесь стоит добавить, что я не считаю Трампа идеальным кандидатом в президенты. Есть много моментов, с которыми я не согласен и не поддерживаю. Один из таких моментов, это когда наступил COVID, допустим, он пытался отправить всех студентов иностранных обратно к себе домой. Но Верховный суд отклонил это действие Трампа, и все иностранные студенты остались в США, в том числе и я. Еще Трампа часто критикуют за то, что он выступает за ограничение абортов. Но глобально он выступает за то, чтобы Штаты индивидуально решали этот вопрос. В целом, это вообще-то более демократический процесс, чем если федеральное правительство решает за 50 штатов, как им жить. Про слабое лидерство Байдена и все коррупционные скандалы можно говорить вечно, так что неудивительно, что по всем прогнозам аналитических центров Трамп выходит победителем следующих выборов. Уже даже 25% всех афроамериканцев и больше половины испаноговорящих готовы голосовать за него. Как вы понимаете, это много при риторике Демпартии о том, что Трамп расист и не любит иммигрантов. Так что, с точки зрения статистики, пока у Байдена все плохо. Трамп его обходит во всех спорных штатах. И если за несколько месяцев ничего резко не поменяется и на выборах не будет каких-то сюрпризов, то в целом Трамп должен победить, чему я буду невероятно рад, ведь этого момента я ждал 4 года, прям с прошлых выборов. А если вы в 2025 году планируете приехать в Америку, как раз когда Трамп станет президентом и когда Америка будет great again, то наша компания ANK помогает с туристическими визами, если вы хотите, допустим, приехать на концерт Эминема или на Burning Man. А если вы хотите получить полноценный опыт жизни здесь, то также напоминаю, что мы можем помочь вам приехать по студенческой визе в Америку на языковые курсы или на программу сертификата. И напоминаю, что по студенческой визе нет ограничений на пребывание в США, пока вы учитесь. Собственно, я сам так приехал в Америку 6 лет назад. Так что это отличная возможность полноценно почувствовать здесь жизнь. И также не запрещено в дальнейшем, если у вас появятся основания, менять статус. Так что пишите, если вам интересно, и остаемся с вами на связи. Всем пока-пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Субтитров А.Семкин